Денис Иванович Фанвизин Стародум Софья, племянница Стародума Милон Господин Скотинин, брат госпожи Простаковой Кутейкин, семинарист Цефиркин, отставной сержант Вральман, учитель Тришка, портной Слуга, простакова Коммердинер, Стародума Действие происходит в деревне Простаковых Примечание Недоросль Так официально назывались дворяне, преимущественно молодые, не получившие документа об образовании и не поступившие на службу Вместе с тем словом недоросль именовался любой дворянин, не достигший совершеннолетия Имя Митрофан в переводе с греческого языка означает «подобный своей матери» Действие первое Явление первое Госпожа Простакова, Митрофан, Еремеевна Госпожа Простакова, осматривая кафтан на Митрофане «Кафтан весь испорчен! Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку!» Еремеевна отходит «Он вор! Везде его обузил! Митрофанушка, друг мой! Я чаю тебя жмет до смерти! Позови сюда отца!» Митрофан отходит Явление второе Госпожа Простакова, Еремеевна, Тришка Госпожа Простакова, Тришки «А ты, скот, подойди поближе! Не говорила ли я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире? Дитя первое растет, другое дитя и без узкого кафтана деликатного сложения Скажи, болван, чем ты оправдаешься?» «Тришка, да ведь я, сударыня, учился самоучкой Я тогда же вам докладывал Ну, да извольте отдавать портному Госпожа Простакова «Так разве необходимо, надобно быть портным, чтобы уметь шить кафтан хорошенько? Эка скотское рассуждение!» «Тришка, да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет!» Госпожа Простакова «Еще он же и спорит! Портной учился у другого, другой у третьего! Да первый-то портной, у кого же учился? Говори, скот!» «Тришка, да первый-то портной, может быть, шил хуже и моего!» Митрофан вбегает «Звал батюшку и звал он сказать тотчас!» Госпожа Простакова «Так поди же, вытащи его, коли добром не дозовешься!» Митрофан «Да вот и батюшка!» Явление третье «Те же и Простаков» Госпожа Простакова «Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством! Какова сыну обновка к дядину сговору! Каков кафтанец тришка шить изволил?» Простаков Отробости запинаясь «Мешковат немного!» Госпожа Простакова «Сам ты мешковат, умная голова!» Простаков «Да я думал, матушка, что тебе так кажется!» Госпожа Простакова «А ты сам разве ослеп?» Простаков «При твоих глазах мои ничего не видят!» Госпожа Простакова «Вот, каким муженьком наградил меня Господь! не смыслит сам разобрать, что широко, что узко. Простаков. — В этом я тебе, матушка, и верил, и верю. Госпожа Простакова. — Так верь же и тому, что я холопям потакать не намерена. Пади, сударь, и теперь же накажи. Явление четвертое. Те же и Скотинин. Скотинин. Кого? За что? В день моего сговора. — Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева. А завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я, Тарас, Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж ты прогневалась? Госпожа Простакова. — Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан? Скотинин. Нет. Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок. Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изреднехонька. Госпожа Простакова-Тришки. Выйди, вон, Скот. Еремеевне. Пойди ж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку, ведь я чаю скоро, и учителя придут. Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил. Госпожа Простакова. Так тебе жальше. Стой, бестия! Вот какое усердие! Извольте смотреть! Еремеевна. Да во здравие, матушка! Я ведь сказал это для Митрофана же Терентьевича. Протасковал до самого утра. Госпожа Простакова. Ах, мать Божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка? Митрофан. Так, матушка, вчера после ужина схватила. Скотинин. Да видно, брат, поужинал ты плотно. Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил. Митрофан. Да что? Солонины ломтика три, да подовых не помню, пять, не помню, шесть. Еремеевна. Ночью то и дело и спить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил. Митрофан. И теперь, как шальной хожу, ночь, всю такая дрянь в глаза лезла. Госпожа Простакова. Какая же дрянь, Митрофанушка? Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка. Госпожа Простакова. Как же это? Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку. Простаков в сторону. Ну, беда моя, сон в руку. Митрофан разнежись. Так мне и жаль стала. Госпожа Простакова с досадою. Кого? Митрофанушка. Митрофан. Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшку. Госпожа Простакова. Обойми меня, друг мой сердешный. Вот, сынок, одно мое утешение. Скотинин. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин. Простаков. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю. То-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник. Иногда я от него вне себя, от радости, сам истинно не верю, что он мой сын. Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь. Госпожа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город? Митрофан. Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю. Побегут-ка теперь на голубятню. Таковось либо... Госпожа Простакова. Таковось либо, Господь Милостив. Пойди, порезвись, Митрофанушка. Митрофан с Еремеевной отходит. Явление пятое. Госпожа Простакова. Простаков. Скотинин. Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж? Госпожа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница, а я люблю, чтобы чужие меня слушали. Простаков Скотинину. Правда сказать, мы поступили с Софьюшкой, как сущую сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватюшке сделался удар. Госпожа Простакова показывает, будто крестит сердце. С нами сила крестная. Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь. А как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим. Госпожа Простакова. Что, что ты сегодня так разобрался, мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли. Простаков. Ну, как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкина недвижимое имение нам к себе придвинуть невозможно. Скотинин. А движимое, хотя и выединюто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил челом. А всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру своих же крестьян, так и концы в воду. Госпожа Простакова. То, правда, братец, весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь. Госпожа Простакова. Хоть бы ты нас получил, братец, батюшка, а мы никак не умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали. Ничего уже содрать не можем. Такая беда. Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Лишь жените меня на Софьюшке, госпожа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась? Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка, Простаков. Так по соседству ее деревеньки? Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится, и до чего моя смертная охота. Да, госпожа Простакова. Да чего же, братец? Скотинин. Люблю свиней, сестрица. А у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою. Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он, да свиней, сызмала, такой же охотник, как и ты. Как было еще трех лет, так бывало, увидя свинку, задрожит от радости. Скотинин. Это подлинно диковинка. Ну, пусть братец Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство, да отчего же я к свиньям так сильно пристрастился. Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство, я так рассуждаю. Явление шестое. Те же и София. София вошла, держа письмо в руках и имея веселый вид. Госпожа Простакова София. Что так весела, матушка? Чему? Обрадовалась. София. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, которого столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила. Госпожа Простакова, испугавшись со злобою. Как? Стародум твой дядюшка жив, и ты изволишь затевать, что он воскрес. Вот изрядный вымысел. София. Да он никогда не умирал, госпожа Простакова. Не умирал. А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы, чтоб дядюшкою своим нас застращать, чтобы мы дали тебе волю. Дядюшка де человек умный, он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня. Однако, пожалуй, не очень веселись. Дядюшка твой, конечно, не воскресал. Скотинин. Сестра, ну да, коли он не умирал. Простаков. Избави, Боже, коли он не умирал. Госпожа Простакова к мужу. Как? Не умирал? Что ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто такие грешные-то мои молитвы не доходили? К Софье. Письмецо-то мне, пожалуй, почти вырывает. Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь, от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться, из-за которого ты сама идти хотела. До которой бестия без моего спроса отдает тебе письма. Я доберусь. Вот до чего дожили. К девушкам письма пишут. Девушки грамоти умеют. Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может. Госпожа Простакова. Прочтите его сами. Нет, сударыня. Я благодаря Бога не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. К мужу. Читай. Простаков долго смотря. Мудрено. Госпожа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Братец, прочти, потрудись. Скотинин. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица. Бог меня избавил от этой скуки. Софья. Позвольте мне прочесть. Госпожа Простакова. О, матушка, знаю, что ты мастерица. Да лих не очень тебе верю. Вот я чаю учитель. Митрофанушкин скоро придет. Ему велю. Скотинин. А уж зачаливал отца учить грамоте. Госпожа Простакова. Ах, батюшка, братец, уж года четыре как учатся. Нечего, грех сказать, чтобы мы не старались воспитывать. Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от покрова. Кутейкин. А арихметики учит его батюшка, один отставной сержант Цифиркин. Оба они приходят сюда из города. Ведь от нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол собою. Белье его наши бабы моют. Куда надо б на лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча и парик направляет. Нас же Фомка даром. Правду сказать. И мы им довольны. Батюшка-братец. Он, рубенка, не неволит. Ведь мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пот его и понежить. А там лет через десято, как войдет, избави Божия в службу, всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец? Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лежа летят себе в чины. Чем же плоше их Митрофанушка? Ба, да вот пожаловал, кстати, дорогой наш постоялец. Явление седьмое. Те же и Правдин. Госпожа Простакова. Братец, друг мой, рекомендую вам дорогого гостя нашего, господина Правдина, а вам, государь мой, рекомендую брата моего. Правдин. Радуясь, сделав ваше знакомство. Скотинин. Хорошо, государь мой. А как по фамилии я не дослышал? Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали. Скотинин. Какой уроженец, государь мой, где деревеньки? Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, о деревне моей в здешнем наместничестве. Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, имени и отчества, не знаю, в деревеньках ваших водятся ли свинки? Госпожа Простакова. Полно, братья, со свиньих-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. К Правдину. Вот, батюшка, бог велел нам взять на свои руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух. Правдин. Извините меня, сударыня, я никогда не читаю писем без позволения тех, кому они написаны. Софья, я вас о том прошу, вы меня тем очень одолжите. Правдин. Если вы приказываете. Читает. Любезная племянница, дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними, а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известия. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощью счастья, нажил я десять тысяч рублей доходу. Скотинин и оба простаковы. Десять тысяч. Правдин читает. Которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею. Госпожа Простакова. Тебя наследницею? Простаков. Софью. Наследницею. Скотинин. Ее наследницею. Госпожа Простакова, бросаясь обнимать Софью. Поздравляю, Софьюшка, поздравляю, душа моя. Я вне себя с радости. Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей невесты и митрофанушки не желаю. Тот-то дядюшка, тот-то отец родной. Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он еще здравствует. Вот, Скотинин, протянув руку. Ну, сестрица, скорее же по рукам. Госпожа Простакова тихо Скотинину. Постой, братец. Сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя выйти. Скотинин. Как? Что за вопрос? Неужто ты ей докладываться станешь? Правдин. Позволите ли письмо дочитать? Скотинин. Она что? Да хоть пять лет читает. Лучше десяти тысяч не дочитаешься. Госпожа Простакова к Софье. Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. Увела Софью. Скотинин. Ба, так я вижу, что сегодня сговору-то вряд ли быть ли. Явление восьмое. Правдин, Простаков, Скотинин, слуга. Слуга к Простакову запахавшись. Барин, барин, солдаты пришли, остановились в нашей деревне. Простаков. Какая беда, ну разорят нас до конца. Правдин. Чего вы испугались? Простаков. Ах ты, отец родной, муж, видали виды, я к ним и появиться не смею. Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно. Правдин, Простаков и слуга отходят. Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор. Конец первого действия.